МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преподаватель детской музыкальной школы номер 10 имени Коболевского Екатерина Скальненкова. Здравствуйте. И преподаватель детской школы искусственной в 11 Татьяна Иванова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ваших инструментах, на которых вы играете, которые вы выбрали в начале своей музыкальной карьеры. Татьяна. Баян. Так, сразу вопрос. Почему? Потому что девочка с баяном. Во сколько вы начали заниматься музыкой и вообще инструментом? Честно, отец в 5,5 показал, что такое инструмент баян. Во всем виноват он. Да, ну это же... В 5,5 школе я пошла позже, с 9 лет. А так до этого времени, ну, в домашнем кругу, семейном, играли, музицировали. Как интересно. То есть это у вас такая семейная традиция, такой семейный инструмент, который переходит из поколения в поколение. Можно даже так сказать, да. И чем он... Как вы вообще можете... Какое определение дать баяну? Что это за инструмент? Это удивительно необычный инструмент. Со своей тонкой душой. Ну... А мне кажется, вот когда вы говорите с тонкой душой, а мне кажется, наоборот, у баяна душа такая нараспашку. Почему-то он может раскрываться. Такое тоже, да. Но мне кажется, он очень тонкий, удивительный инструмент. Ну, Екатерина, скажите о своем, и мы можем даже сравнить, наверное. Я занимаюсь на виолончели, занимаюсь с 9 лет. Но поступала я в музыкальную школу и была заинтересована в другом инструменте, в скрипке. Я так и сказала на приемной комиссии, хочу учиться на скрипке. Но так получилось, что инструмент меня выбрал. Меня пригласил к себе педагог, у которого я занималась потом 12 лет в музыкальной школе. Вот. И показал, каким может быть красивым, замечательным инструмент, его звук. Виолончели. А звучит как красиво, да? Виолончели. А вы какое определение дадите в виолончели, что это за инструмент? Как вы его воспринимаете? Это живой человек. Это существо, это, опять же, можно сказать, душа, к которой нужно найти подход, с ним нужно уметь общаться с человеком, уметь общаться и находить общий язык. А не кажется ли, что это инструмент не нашего времени, а как-то вот он уносит в прошлое виолончели и сразу представление такое, другие века уже прошедшие, нет? Ну, это, конечно же, инструмент, как и человек, приспосабливается к чему-то новому, так и инструмент приспосабливается. И сейчас очень много произведений, которые можно раскрыть, идею которых можно раскрыть с помощью виолончели. Ну, вы перешли уже на другой уровень, после того, как вы долго занимались на своих инструментах, вы преподаете уроки, да, игры на баяне и на виолончели, да? Скажите, пожалуйста, что вас побудило участвовать в конкурсе «Призвание»? Как все это выглядит? Вам предлагает руководство или это было вашей инициативой? Моя инициатива была. Я слышала про этот конкурс в прошлом году, по-моему, позапрошлом году и, ну, позвонила директору, спросила положение. А зачем вам это было нужно? Как-то почувствовать свои силы, выявить уровень свой по сравнению с другим преподавателем? Честно сказать, показать возможности цифрового инструмента, потому что это инструмент новый и мало кто его знает. Вот, хотелось показать этот инструмент в деле. Так, цифровой инструмент, что это? Ну, я бы сказала иначе. Немножко грубо может прозвучить синтезатор в форме баяна, да? Так люди понимают. У нас будет возможность, кстати, послушать фрагмент вашего исполнения и заинтригуем наших зрителей. Екатерина, а вам предложила руководство или вы тоже сами? Я в этом конкурсе принимаю участие четвертый год, параллельно с еще одним конкурсом, проводимым тем же организатором. И на тот, и на другой конкурс дали подсказочку директор школы. Вообще коллектив нашей школы очень дружный, и если есть какая-то возможность сообщить, что есть новый конкурс, что можно там выступить, принять участие, или фестиваль, не обязательно конкурс, состязание, и показать свой инструмент, и показать музыку. А вообще я считаю, что задача музыканта, его дело, это выступать. То есть не просто учиться для себя, вот сесть дома в уголочке, сыграть какое-то любимое произведение, а показать всем, что может инструмент, что могут музыканты с инструментом вместе сотворить, и какая прекрасная музыка бывает. Да, согласна. И вы стали победителями, лучшими, можно назвать вас лучшими преподавателями вот в этом. Да? Получается, у вас первое место? Да. Ну вот, молодцы. Ну и сейчас наступило время послушать фрагмент в исполнении Татьяны Ивановой. Что это будет? Колыбельная птичьей страны. Колыбельная птичьей страны. Ну или колыбельная страна птиц. Страна птиц. Да. Почему вы выбрали этот фрагмент для исполнения сегодня? Джазовая миниатюра. Очень интересно, необычная. В аранжировке ариготамази. А ваше что-то там присутствует? Ваша интерпретация? Подбирала тембры. Инструменты. Ну, с удовольствием послушаем. КОНЕЦ 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 Расскажите, почему вы выбрали такую профессию? Преподаватель дополнительного образования. Это не учитель в школе, да? Образование специальное, дополнительное. Как вы определились с этим выбором? Нравится работать с детьми. Рассказывать им. Учить их. Открывать им новые горизонты музыкального искусства. То есть вы получаете отдачу от работы с детьми, да? Конечно, есть отдача. Это здорово. А в вашем классе большинство мальчиков или девочек? Это интересно. У меня пока маленький класс. Я не так давно работаю в этой школе. Ну, мальчики. В основном мальчики все-таки. Но со временем, наверное, и девочки последуют вашему примеру. Екатерина, а у вас как раскладывается ситуация в классе? В основном девочки или мальчики тоже есть? В основном девочки, но вы знаете, очень хотелось сказать, что в этом году, что было для меня очень интересно, пришел маленький мальчик вместе с мамой. И изъявил желание не вот какой-то любой инструмент. Он сказал приемной комиссии, что я хочу обучаться на виолончели. То есть маленький мальчик, 6 лет, я хочу играть на виолончели. Он был знаком с этим инструментом, ему было очень интересно. И вот он пришел поступать именно на виолончели. Он хорошо занимается, он старается. Все детки очень стараются. Есть детки, которые и дома в обнимку с виолончелью сидят, лежат, разговаривают. И возраст, в общем-то, и очень маленькие детки есть. И есть взрослые дети, которые, уже зная другие инструменты, их возможности, тембры, которые обучались игре на других инструментах, пришли и изъявили желание изучить тембр виолончели. Когда вы сказали, что дети разговаривают с инструментом, общаются, сразу видно, что это ваша школа. Потому что, когда я вас спросила, что это за инструмент, вы сказали, что это живое существо. И понятно, что вы эту вот свою идею проецируете, тоже детям передаете. А вообще музыкальное образование для детей. Вот что бы вы посоветовали родителям, может, в каком возрасте, как к этому относиться. Потому что вот сейчас такое время, что дети очень много занимаются. И не только музыкой. Их вот после музыки ведут в спортивные кружки, еще куда-то, в танцевальные и так далее, в компьютерные и в языки. И вот как все это совместить? И роль, и миссия музыкального образования какая она? Почему нужно музыку детям давать, чтобы они научились ее воспринимать? Как вам кажется? Что в этом важного такого? Это вот что-то формирует, ведь раскрывает в ребенке? Конечно, формирует. Творчество формирует. Мне кажется, Татьяна, вы очень творческий человек, судя по вашему подходу даже. А что, на ваш взгляд, творчество, что это такое? Творчески подходить к любому делу. С любовью подходить к решению любых задач. Мне кажется, так. К любому, без исключения. Без исключения. Потому что, вы знаете, я параллельно совмещаю еще и работой в другой музыкальной школе. В музыкальном училище. И попадались дети, выпускники музыкальной школы, которые связывали свою жизнь с медициной. Поступали в политехнический, в аэрокосмический. Они возвращали в школу и говорили, большое спасибо вам, что вы нас научили подходить творчески к решению любых задач. Потому что нам настолько легко учиться в учебных заведениях с тем багажом знаний, которые даже вы нам дали. Они участвуют в самодеятельности. Они проявляют себя, ну, везде проявляют себя. Ну, помимо того, что и блестяще учатся. Мы учим их совмещать, не просто так вот совмещать, грамотно распределять свое время, распорядок дня. Творчески относиться. Да, 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 опять повторяюсь. Креативно. Креативно, да. Екатерина, а мне кажется, вы больше вот на дисциплину нажимаете. Почему-то или нет? Бывает по-всякому. Как вам кажется, какой подход? Ну, вот, или нужно от индивидуальности ученика отталкиваться? Где нужно поднажать, а где раскрыть, может быть, вот какой-то вот? Ну, разумеется, детки все по характеру разные. И пока ты с ними общаешься, ты узнаешь, что ему интересно, какой он, а как ему интересно заниматься. Не только что нужно сделать, а как достичь тех или иных художественных или технических целей с учетом того, как интересно ребенку работать, заниматься, изучать, слышать, слушать. И, в общем-то, хочет он, чтобы с ним так педагог заговорил или нет. Вот пока вы общались с Татьяной, я обдумывала насчет того, что дает музыкальное образование ребенку, подростку, взрослому человеку в дальнейшем, который прошел через музыкальное образование. Я считаю, что это культура, это, опять же, дисциплина. Между культурой и дисциплиной внимание, это работа, это трудолюбие. Ребенок, когда находится в музыкальной школе, он общается, он уже находится в кругу людей, получивших музыкальное образование, то есть культурных, воспитанных, воспитания, я хотела туда добавить. Он не потянется к плохим компаниям. Он будет находиться в компании тех же деток, постарше, помладше, в которых тоже есть вот это зерно, вот этот интерес, который можно развить и вырастить прекрасный цветок. Наша школа придерживается бессмертной фразы композитора Дмитрия Кабалевского, что духовный багаж, в отличие от обычного багажа, чем он тяжелее, тем проще человеку уйти по дорогам жизни. Как интересно. Не слышала раньше этой фразы, но действительно интересно. И вернемся буквально на немного конкурсу вашему, в котором вы участвовали. Что самое главное вы из него вынесли? Что он вам дал? Можно какой-то итог подвести после вашего участия? Что там было самого интересного и важного? Вот. Мне кажется, любое концертное выступление для меня – это наслаждение. То есть вытяните возможность? Выйти на сцену и сыграть, поделиться своим творчеством со зрителями, со слушателями. Причем даже еще для коллег, профессионалов и жюри. Для коллег, профессионалов, да, для жюри совершенно верно. Хочется удивить, хочется поделиться. Ну, у вас получилось, наверное. Они, наверное, точно раз первое место и удивить, и поделиться. Екатерина, а для вас что было в четвертый раз уже важно? Это по-прежнему внимание. Ведь коллеги-музыканты прислушиваются к твоему исполнению. Очень интересно, что люди, занимающиеся музыкой, играющие на других инструментах, проявляют интерес к звучанию твоего инструмента. Это вот лично мне приятно играть для членов жюри. Это очень интересно, потому что они культурные музыканты. И интересно представить свою музыку, услышать, увидеть, понять. Одобрение или, может быть, сразу понять, над чем в дальнейшем нужно работать. На что обратить свое внимание уже, не их, как в дальнейшем развиваться. А то, что я вынесла из этого конкурса, из каждого последующего, из предыдущего последующего. Эта музыка прекрасна. Ее нужно исполнять. Ее нужно учить. И ей нужно учить. Ее нужно показать. Ну, у нас наступил момент, когда вы сможете тоже продемонстрировать, показать свое мастерство исполнения на виолончели. Какой фрагмент вы нам представите сейчас? Это фрагмент произведения, который я исполняла в рамках последнего конкурса. По требованиям положения этого конкурса, посвященного 75-летию Победы, это произведение было написано Дмитрием Шостаковичем, то есть композитором военного времени. Это «Ноктюрн» из музыки к кинофильму «Овод». Мы сейчас послушаем «Ноктюрн», но не уходите. Фрагмент «Ноктюрн», не уходите от экранов, потому что у нас будет вторая часть. И мы уже поговорим об организации конкурса «Призвание». «Ноктюрн» «Ноктюрн» Продолжаем программу. В нашей студии консультанты отдела художественного образования и социо-культурного проектирования Департамента культуры и молодежной политики Самары Светлана Макеева. Здравствуйте. Здравствуйте. И директор детской музыкальной школы номер 3 имени Глинки Ольга Хвостова. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы говорим о конкурсе «Призвание». Хотелось бы узнать, как долго он проводится в Самаре, какой у него статус и увеличивается количество участников год от года. Набирает ли он популярность? Что можно сказать? Кто дольше участвует? Ну, давайте. Я как организатор, наверное, да. Этот конкурс начал свою жизнь с 2016 года. Было такое решение руководителя Департамента культуры и молодежной политики Татьяны Викторовны Шестопаловой. И решение, чтобы этот конкурс проводился вот на базе нашей школы. И имя мы дали ему призвание. Призвание. Дело жизни, наверное. И дело жизни преподавателя, учителя, педагога – это делать детей счастливыми. Да, так уже серьезно звучит. Да, потому что это конкурс, вот на сегодняшний день это конкурс педагогических работников системы дополнительного образования отрасли культуры. И надо сказать, что конкурс 2020 года, ну, своеобразный юбилей, в пятый раз мы его провели. И, на мой взгляд, это был самый многочисленный конкурс. В нем приняло участие 140 человек в составе коллективов различных и солисты. И одним из условий конкурса было исполнение одного произведения на военную тематику. И поэтому вот 26 января у нас был 9 мая. Да, звучали произведения. Звучали произведения, и это было очень трогательно, да, в разных исполнениях, в исполнении оркестров, более многочисленных, там, камерных, дуэтов и прочее, прочее. Это было интересно очень. Думаю, что действительно интересно. Светлана Юрьевна, скажите, а в чем специфика этого конкурса? Вы, наверное, не первый конкурс уже в качестве консультанта наблюдаете, оцениваете. Что здесь такого? Я в качестве консультанта как раз первый раз на этом конкурсе. Да? Но тем более важны ваши эмоции и впечатления. Ранее я сама участвовала в этом конкурсе, когда была преподавателем. Я хочу сказать, вы знаете, этот конкурс организован для преподавателей дополнительного образования. И мне хочется сказать вот о чем. Наши преподаватели – это такая единица очень многогранная. Это не просто учитель, который передает там свои навыки, умения, знания какие-то маленькому своему ученику, подрастающему поколению. Это еще и профессиональный музыкант, профессиональный исполнитель, как правило, с высшим или средним профессиональным образованием. И для таких вот музыкантов нужна тоже площадка, нужна сцена, где они могут себя реализовать и в этом качестве. И, конечно, вот конкурс призвания, особенно, может быть, для молодых преподавателей, которые только-только вот закончили свое профессиональное образование, это такой старт, такая ступень, та платформа, на которой они могут себя показать. Для исполнителя необычайно важно проявить себя вот в этом качестве. Вы не представляете, как они долго готовятся, что происходит перед тем, как выйти на сцену, в закулисе вот в этом. Это мы сидим и получаем удовольствие. Да, потому что привычная работа для них – это преподавание в школе, да, а тут, конечно, выход и исполнительское свое мастерство продемонстрировать очень важно. Очень важно, очень важно оценить, иметь оценку этому, чтобы это хорошо было оценено, чтобы жюри оценило качество и уровень. Да, кстати, кого вы пригласили в жюри? Кто был в этом году? Состав прежний или кто-то меняется из состава жюри? Да, меняется. Ну, председатель жюри Евгений Афанасьев, заслуженный работник культуры России, заслуженный артист России Александр Иванов, концертмейстер филармонии, и заслуженный работник культуры Наталья Файн. Да, Екатерина, которая была в первой части программы. Кроме того еще, да, была методист и наш известный в городе духовик Елена Баранова. Вот она оценивала такие духовые коллективы. Да, и участницы, которые были в первой программе, они сказали, что им важно было выступить перед жюри, потому что это культурные, образованные, профессиональные люди. Это были профессионалы. Да, жюри. Меня очень тронуло ваше высказывание, что педагоги дополнительного образования делают детей счастливыми. Это действительно так. А вообще, как именно отражается вот эта работа на детях? Почему музыкальное образование и воспитание важны для нынешних детей? Потому что мы живем в цифровую эру, и кажется, что все как-то становится другим немного, что вот что-то становится неважным, а выходит другое на первый план? Ну, мне кажется, вот поскольку я наблюдаю практически всю свою сознательную жизнь детей, думается, что музыкальная школа, школа искусства – это такой оазис, куда дети приходят для того, чтобы переключиться вот от той безудержной такой вот деятельности, которую они на себе испытывают в общеобразовательной школе. Вот здесь и другая атмосфера. Вот это очень важно – создать атмосферу в школе. Поэтому тот педагог, который и сам желает постоянно совершенствоваться, выражать себя вот в исполнительской деятельности. У нас была еще номинация научно-методическая, исследовательская и проектная деятельность, и она тоже была посвящена 75-летию победы, Великой Отечественной войне. И педагоги и в этой номинации показывали свои знания. Было видно, что они не просто списывают с интернета, а они занимаются какими-то архивными исследованиями, излагают свой опыт работы. То есть вот эта возможность показать свое «я» – такое педагога с большой буквы. И, конечно, если этим владеет преподаватель, то, безусловно, он и детям это передает. И детям это передает. И вот эта такая цепочка, что ли, духовной связи, вот и создает атмосферу. И у нас еще ведь в музыкальной школе дети приходят по своему желанию. Их никто не заставляет. То есть нет такой обязательной, так сказать, потребности непременно идти в школу музыкальную. Вот. И, конечно, здесь наша задача – постоянно поддерживать интересы к музыке, к искусству. И настолько индивидуальный подход важен, что если, скажем, ребенок, ну, в силу своих каких-то физических особенностей не может себя реализовать в исполнительской деятельности, вот, то мы ищем возможность, в каком виде деятельности он может себя показать. Это может быть самое разнообразное творчество. Он может рисовать на какие-то, на услышанное или прослушанное произведение. Для этого у нас есть предмет слушания музыки. То есть они учатся понимать содержание музыкального произведения и свои впечатления показывать вот в виде рисунков или каких-то творческих работ. Да, какой интересный подход, дорогосторонний. Да, и поэтому вот это очень важно, когда индивидуальный, есть индивидуальный подход к каждому ребенку. Светлана Юрьевна, а что выявляют такие конкурсы, кроме плюсов, еще что-то, вот, что требуется, какая поддержка, помощь может педагогам дополнительное образование? В самосовершенствовании, в работе, в повышении квалификации, это тоже, наверное, все видно лучше, чем... Вот конкурсы это как-то... Конкурсы, конечно, несомненно, они выявляют как... Как хорошие, так и плюсы, так и минусы. Да, так и минусы какие-то возможности более усовершенствовать систему, и, может быть, и конкурсы в том числе. Конечно, хотелось бы, чтобы этот конкурс был более освещен, чтобы деятельность наших преподавателей, поскольку это конкурс все-таки преподавательского мастерства, возможно, был в городском округе как-то более, может быть, представлен ярко, более разнообразно. И вот по итогам конкурса лучшие, самые яркие номера, которые будут посвящены победе Великой Отечественной войне, они будут представлены на концертик, уже ближе по дате к майским праздникам. Да, и мы эти номера для себя уже отметили, определили, да. Мы будем разговаривать, общаться с преподавателями, будем выносить это на какую-то более, ну, так скажем, более высокого уровня площадку, более освещенную, более... Да, хорошо, что это мотивирует и участников, и победителей, да, потому что не просто поучаствовать в конкурсе, а мотивация. Музыкант, если можно, я вот скажу то же самое, что музыкант – это та личность, которая не... Ну, вообще, преподаватель, педагог, который, если ты не развиваешься, ты не преподаватель и не музыкант. Это бесконечное самосовершенствование. Да, и это основная задача конкурса – саморазвитие, самосовершенствование. Спасибо большое за то, что вы делаете, за организацию такого конкурса, который отметил свой юбилей, пятилетие. Это показатель того, что он вас требовал, и надеемся, что дальше будет так же активно продолжаться. Да, я хотела бы еще... Наше время вышло, но буквально очень коротко. Что вот такая активность этого конкурса вызвана была всего лишь, мне кажется, одной строчкой, которая стояла перед текстом положения, посвящается 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но это мы уже отметили. И это определило вот именно нашу духовную связь, нашу сопричастность. Если хотите, чувство долга. Поэтому вот так активно все откликнулись. Спасибо. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова